Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях заслуженная артистка России, актриса театра и кино, соучредитель фонда «Артист» Мария Миронова. Здравствуйте! Здравствуйте! Я очень рада пообщаться со зрителями канала «ЭТВНЕТ». Вы родились не просто в актерской, а в суперактерской семье. И у вас были вообще какие-то мысли по поводу того, что вы можете быть кем-то еще, кроме того, как быть актрисой? Честно сказать, у меня не было мысли, что я буду актрисой. В детстве я хотела быть балериной, я очень любила танцевать, но в силу того, что меня не отдали вовремя, так скажем, в хореографическое училище, это не состоялось. А так я всегда обожала музыку и танцы. А почему не отдали? Как-то не получилось, это же не от ребенка зависит. Да, но я понимаю, но есть какая-то семейная история, почему вас не отдали? Мне кажется, что это такая профессия, как и спортсмен, в которую первую половину жизни работают родители больше, чем дети. Ну, дети, конечно, тоже работают, но это на плечах родителей должно лежать, как у спортсмена каждодневной тренировки. А ребенок маленький, он еще не очень понимает, что он хочет. Хотя я, в общем, понимала в раннем возрасте. Вы поступили в Щукинское училище, да, сначала? Да. И потом вам так судьба распорядилась, что вы попали в Амгик. Продолжали там учебу, да? Почему не вернулись в Щукинское? Ну, потому что мой курс уже ушел вперед. И в тот год, когда я восстанавливалась, был такой замечательный педагог Михаил Андреевич Глузский. И не просто педагог, а личность, и потрясающий артист. И как-то мне он был очень интересен и близок в тот момент. Мне хотелось продолжить учиться у него. И вообще, актерская школа в ГИКа и Щуки, они разные, они отличаются? Все-таки там институтом методографии. Мне кажется, это от педагогов зависит многое. Но я не видела на тот момент точно каких-то таких глобальных отличий. Просто Щукинская школа действительно всегда славилась. И по сей день. Именно школой. А в ГИК имел какую-то такую среднюю, так скажем, репутацию. Ну, он готовил больше актеров для кино. Ну, вот я не чувствовала этого различия, потому что у нас были и там, и там. В общем, программы достаточно схожие. Вопрос просто в личности педагога и тех людей, которые тобой занимаются, особенно на первом этапе. Сколько они тебя могут заразить этим, в первую очередь. Вторую – научить тоже. Потому что это огромная наука. Есть замечательные актеры, которые не умеют преподавать, к примеру. Поэтому мне кажется, что вопрос не в школе, а в человеке. Ну, а кто-нибудь из ваших однокрупников, из ГИКа, стал театральным актером, кроме вас? Нет, по-моему, нет. Нет, ну, это вообще, знаете, такой вопрос. Мне кажется, либо стать актером, либо не стать актером. А что такое театральный актер и что такое кино, актер – это я не очень понимаю этих разделений. Нет, конечно, есть у каждой своя специфика, да, как какой-то. Но в любом случае, либо ты в этом, либо ты не в этом. А кто выбирал, если честно, дальше, в какой театр вы пойдете? Бабушка или вы? Нет, конечно, по любви. Как? За меня никто не выбирал. Ну, вот как вы, почему выбор впал на Ленкову? Потому что я хотела тут быть. А были еще варианты какие-то? Меня звали, да, были варианты. Ну, мне хотелось бы быть здесь. И это было мое желание и моя инициатива на тот момент в жизни. Насколько вы были близки с бабушкой? Ну, вы знаете, я как-то так сложилась, что я, в принципе, близка со своими, я близка со своими близкими людьми, потому что близкие одни. Поэтому в какой-то период, может быть, меньше, в какой-то период жизни больше. Ну, я имею в виду... Последние годы, да, наверное, больше, так скажем, чем когда я была маленькая. Я имею в виду, насколько даже с профессиональной точки зрения обсуждали ли ваши работы, вашу учебу? Нет, вообще нет, потому как бабушка ушла из жизни, вот скоро будет годовщина, 13 ноября, то бишь уже завтра, годовщина. И она ушла в тот год, когда я только была зачислена в труппу Ленком. И по факту я не успела ничего еще сыграть даже. И все, что уже было сыграно здесь, в этом театре, это было сыграно после ее ухода из жизни. Ну, она наверняка вам передавала как бы свой вкус, свое понимание того, что такое актерство, да? Вы же, наверное, обсуждали так. Вы знаете, мне было даже более ценно, потому как я не считаю, что профессия актер, она неразрывно связана с самим человеком. И как говорит Александр Николаевич Сокуров, мной очень любимый человек, он говорит, что у любого, там у скрипача есть скрипка, у любого художника есть кисть как инструмент, да? А у актера инструмент только один – его личность, его душа, его внутренние составляющие. Поэтому для меня неразрывно, и когда я говорю о каких-то больших личностях и людях, там не так давно было интервью про мной очень любимого Женю Миронова, с которым мы, собственно говоря, являемся и с учредителями того фонда, который вы представили, фонда «Артист». Я всегда в первую очередь говорю о человеке, потому что для меня актер и вообще творческий человек – это личность. И также Марья Владимировна, она, безусловно, была каким-то, даже не в сфере какого-то родственного, того, что это моя бабушка или тетя-дядя, а именно в сфере личности, потому что мне Господь Бог даровал энное количество лет уже моего, так сказать, взрослого сознания, не детского, а взрослого, общения с ней как с человеком. И для меня это было, безусловно, очень ценно. И во многом, конечно, повлияло на дальнейшую мою судьбу. Опять-таки, не актерскую судьбу, а вот личностную. А актерскую, к сожалению, не… она не успела. Вот, она не успела потому, как она… Наверное, мечтала нас увидеть на сцене. Это уже остается за кадром. Немножко отойдем в сторону от театральных дел. И расскажите, пожалуйста, а что это за фонд «Актеры»? И что там происходит, и что вы там делаете, или что он создан? Вы знаете, фонд этот существует уже шесть лет. И изначально, ну, как-то так органично совершенно сложилось в моей жизни. Мы были дружны, опять-таки, последние годы с Маргаретой Александровной Эскиной, которая являлась директором «Дома актера». Все последние такие самые-самые классные годы этого «Дома», который имел на протяжении многих лет какую-то такую грандиозную славу. Вот. И она, собственно говоря, была не просто директором, а абсолютно сердцем этого «Дома». и человеком, который на своих плечах до последнего вздоха несла не просто какие-то капустники там, хотя это тоже было, безусловно, вечера, и вечера памяти, и всего. Как бы она держала вот такой вот дух, так скажем, преемственности поколений молодого, старшего поколения. И у нее была картотека на 3 тысячи человек. Картотека тех людей, которые, знаете, еще так по старинке, не в компьютерном виде, а как вот в библиотеках. Раньше были картотеки на карточках. И на карточке это была не просто карточка, это, как сказать, целая жизнь, жизнь, судьба человека в профессии, в искусстве. И это в основном люди, которые, там и актеры, пожилые уже, в основном это все пожилые люди, то есть не молодые, да, а те, которые уже на пенсии, и те люди, которым нужно там внимание. Это не только актеры, это там театральные критики, это там много сфер около театра, да, в этой картотеке. Вот, и она, как сказать, вот так вот держала под своим личностным вниманием каждого, потому что это было не просто там список какой-то, да, людей, а каждый человек, она знала про него все. И у нее была такая замечательная помощница Ирина Евгеньевна, которая теперь работает уже в нашем фонде, да, после ухода Маргареты Александровны. И по каждому из этих личностей, как бы, было известно все, да, есть ли дети, у кого что болит, у кого какие проблемы в жизни, кто одинокий, кто не одинокий, кто... То есть было известно все. И Маргарета Александровна как-то так получилось, что... Мы с ней встретились изначально, меня абсолютно потрясло. Один фрагмент из своей жизни расскажу, когда я выпустила спектакль Федора в Театре нации, Федора Золотой голосом назывался, и на меня вдруг обрушилось какое-то количество там призов, не знаю чего. И вот в этом всем таком вот конгломерате, такого какого-то один приз другой, и вдруг мне приходит приглашение из Дома актера. А она устраивала достаточно такую скромную премию, ежегодную, которая называлась «Актерская удача». И мне присылают приглашение, и я абсолютно, как сказать, ну, зная, как устраиваются и в основном организуются эти премии, да, там какие-то баннеры, спонсоры, да, тебе там вручают. Спасибо большое, благодарственная речь. И фотография, значит, на фоне спонсорского баннера. И я пришла туда в Дом актера и уже немножко удивилась, потому что я не увидела, во-первых, ни одного баннера. Я увидела в фойе, вот вы меня спросили относительно в ГИКа, я увидела моих дорогих мастеров, Роберта Михайловича Спиричева, к примеру, педагогов, которые меня учили. Это первое, что я увидела. А потом я увидела Павла Семеновича Лунгина, у которого я уже снялась в фильме «Свадьба» к тому моменту. Я увидела Марка Анатольевича Захарова. То есть я увидела абсолютно всех тех людей, с которых, в общем, начался мой путь. И дальше я зашла в какой-то зал и так вот села, и я понимаю, а где же, так смотрю, думаю, а где же еще там номинанты какие-то, ну вот как это обычно делается. И больше не было никого, кроме меня. И потом в какой-то момент, когда я поняла, что весь этот вечер, весь этот концерт, который там был организован, позвали коллег из моего театра, какой-то капустник, еще что-то. А мне тогда было сколько лет? Я не знаю, наверное, лет 29, может быть, 30 от силы. И вот весь этот вечер Маргарита Альсанна с какой-то такой неимоверной любовью, вниманием, что, к сожалению, в наше время уже становится достаточно большой редкостью. Не просто какое-то использование там, а именно с любовью, с вниманием, с каким-то таким подключением был организован как бы для меня. И потом какой-то внесли торт. А дальше, что меня больше всего потрясло, я уже на этот момент знала, что Маргарита Альсанна недостаточно сложная, она сама была... Последние годы уже практически не ходила и была в инвалидном кресле, хотя всегда была с шармом такая, до последнего дня, да. И никогда в жизни не говорила о никаких своих проблемах, трудностях там или еще о чем-то, всегда все хорошо у меня было. Я знала просто, насколько ей сложно изыскивать какие-то возможности для того, чтобы проводить какие-то вечера, давать тем же вот как бы этой картотеке, потому что каждому человеку из этой картотеки она старалась делать какие-то подарки, заказы, как еще это по старинке. Вот. И я понимала, насколько ей вообще это сложно и какая для нее проблема вот в этом теперешнем времени, когда все так быстро и сложно искать, нужно искать спонсоров. Раньше этого не было, да, это совершенно другой менталитет. И я, конечно, была абсолютно потрясена, когда там вот в таком конверте еще была какая-то сумма денег. И после этого вечера я пришла к Маргарете Александровне и как бы у меня возникло какое-то желание, я говорю, Маргарете Александровне, давайте вот, понятно, что темп, ритм жизни уже не тот у нашего поколения. Мы как куда-то все бежим, 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 время ускоряется. Вот. И понятно, что как-то не... Всегда нет времени, да, всегда это потом-потом. Мне очень хочется что-то сделать такое вот совместно, именно от нас, тех людей, которые имеют возможность, снимаются, да. И, безусловно, это, конечно, совершенно другие гонорары, чем ту пенсию, которую имеют наши старшее поколение. Вот. И я говорю, давайте что-то сделаем совместно. Она была дико рада, просто как ребенок. И мы с ней придумали такой вечер актера актером, то есть старшее поколение, младшее поколение для старшего. Она говорит, давай что-то сделаем. И я уже начала искать какое-то помещение для этого. И потом первое, кто мне пришел в голову в связи вот именно с этим вечером, да, я подумала про Женю Миронова, потому что в тот момент мы уже... Я сыграла в его театре «Кармен» спектакль, да, была премьера, вот как бы перед этим незадолго, и Федра. И как-то я почувствовала, ну, я это всегда чувствовала, что он такой очень откликающийся добрый человек. И первое, что я подумала, к Жене. И я пришла к Жене с этой идеей, и он говорит, слушай, ты представляешь, а я долгие годы, вот как бы у меня я вынашивал, как бы вот давай, супер, здорово. И буквально, наверное, за 10-15, ну, может, от силы 20 минут, мы решили, что это будет не просто один разовый какой-то концерт, да, им посвященный, а это будет дело, так сказать, на долгие годы. Вот. И вначале, как сказать, когда прозвучало фонд, вот это слово, ну, просто, может быть, в силу того, что в нашей стране долгие годы оно как-то имело такое немножко негативное недоверие, что ли. Двусмысленно, значит. Ну, да, какой-то такой... У меня такой был момент, я думаю, фонд, 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 что это мода, что это, зачем это, да. А потом просто стало абсолютно прозрачно и понятно, что без организации, да, без просто какого-то юридического статуса совершенно невозможно и очень сложно это делать просто на добровольных началах, если мы решили это делать регулярно. И все. Вот так возник благотворительный фонд поддержки деятелей искусства. Он вначале назывался на первых порах, а потом он назвался уже «Артист». Мы представили этот, как бренд, это название. И на протяжении вот уже шести, скоро будет даже семи лет. Субтитры создавал DimaTorzok